Братья и сестры А все это скажем слава Богу, друзья Что такая милость сегодня, вы знаете, Боже В такой стране живем, где вроде кажется так серьезно все, но Милость Божия Бог расположил и нам разрешает, и мы собираемся и прославляем Бога И когда-то придет время свое, когда-то может мы уже состав, может нас и не будет уже То мы, будут дети наши, мы будут рассказывать, как это все происходило, как мы жили, как там жили И я хочу, вы знаете, сегодня говорить о Слове Божьем О том говорит, как Бог чудно и милостиво к нам относится А вы знаете, когда-то Бог говорил, когда бы он хотел вывести народ израильский То когда-то Бог сказал Моисею так Я прочитаю это 10 глава, исход И сказал Господь Моисею, войди к фараону, ибо я октякчил сердце его И сердце рабов его, чтобы я видел между ними сие знамения мои И чтобы ты рассказывал сына, сыну твоему и сыну сына твоего о том, что я сделал в Египте И о знамениях моих, которые я показал в нем И чтобы вы знали, что я Господь Слышите, друзья, что Бог говорит Моисею И что интересно, что когда мы начинаем читать Слово Божие, изучать То там еще закона Бог не дал Потому что о законе только впервые упоминается О законе письменном Впервые упоминается это в 15 главе, исход 25 стихом Это возле вот Маривы Когда Бог говорит, что я дам уставы и законы А тут Бог говорит до закона еще, что говорит, что Говори сыну твоему и сыну сына твоего И можно сказать, что в продолжении говорите Какие знамения и чудеса делает Господь Для народа своего, и не только для своего, и для окружающих Чтобы они видели, что жив Господь и сила в Божьих руках И Бог управляет всем На земле и в небесах везде, и в пучине морской везде Где бы ни находился кто Все это подчиняется Богу, друзья И мы это видим, что все подчиняется и верим этому И вы знаете, и потом Бог говорит еще Еще в пророке Бог говорит В пророке Оси Иоилии Говорит такие слова тоже еще Это первая глава буду Слово Господне, которое было Иоилю сыну Бафуила Слушайте это, старцы, и внимайте все жители земли сей Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших Передайте об этом детям вашим А дети ваши пусть скажут своим детям А их дети следующему роду Тут Бог еще подробнее говорит А их дети следующему роду То есть Бог говорит об этом, друзья Мы сейчас идем перед молитвой И хочется вспомнить это все Какие Бог являет чудеса И как Бог заботится о церкви своей, о народе своем, друзья И вот Бог говорит, чтобы дети передавали с поколения в поколение О Слове Божьем Как народ Божий идет Как жили они, как ходили Вы знаете, друзья Если читать дальше Когда Бог сказал Моисею, что иди в Египет И выведи народ То мы знаем, там было 10 казней И что интересно Вы знаете, что вот эти первые две казни Если я думаю, что все внимательно читают Слово Божие Я не думаю, я уверен То там две казни, которые пострадали все люди Вся земля египетская И даже земля Гесем Там, где жил народ израильский Тогда еще Яков Пострадали все, друзья Но потом, когда идет третья казнь Бог говорит уже, отделяет Землю Гесем отделил Больше она страдать не будет Это вы можете почитать Но дальше, когда Бог говорит Вы знаете, в этой же 10 главе Исход он говорит, что Фараону Я зашточил сердце его То там говорит, что Пострадает только область То есть Вы знаете, все равно Бог миловал народы египетские Бог говорит, что Скажи ему, что пострадает область Которую он живет Когда наступит тьма Вы помните, да, это место Писания Вот так Бог являет милостью И вы знаете, потому что Бог любит каждого человека Не для того, Бог сотворил человека Чтобы всех истребить Но друзья, те, которые будут служить Богу, те, которые будут поклоняться Богу, те, которые будут Слушать Слово Божие и слушать Учения и исполнять Иисуса Христа Те спасутся Но те, которые будут пренебрегать И попирать кровь завета Как написано в евреях Апостол Павел пишет Чтобы не попирали кровь завета Те не спасутся, друзья Если будут попирать кровь завета Мы это должны передавать Это в первую очередь себе говорить Во вторую очередь детям говорить Чтобы дети говорили Детям нашим Чтобы, друзья Чтобы помнить вот эту Милость Господню Вы знаете И чудеса Божии Вот вы знаете Много братьев сегодня Страдало за Слово Божие Но не все Много страдало Кто в тюрмах сидел И у нас здесь сидят братья Которые в тюрмах сидели Они так их Бог провел Кто-то не сидел Кто-то служил Богу Так, друзья И везде все Каждый видел руку милости Божию Где он находился, друзья И вот это все Мы должны передавать Детям нашим Вы знаете Если взять Нашу страну Откуда мы выехали То по одной России В Украине, друзья Сколько там было тюрм Сколько костей пало Наших братьев и сестер, друзья Которые молились за нас Будущность За церковь свою Чтоб когда придет время Она устояла И мы знаем, друзья И видим Что действительно церковь стоит По сей день Слава Богу И Бог помогает, друзья И Бог не оставляет народ свой Вот это нам должно, друзья Запомнить Вот это И читать Слово Божие И всегда помнить И ценить тем Что народ Божий Когда-то молился за нас За будущность И мы должны так молиться И передавать И тогда Если мы будем исполнять Слово Божие Бог поможет нам И сохранит нас, друзья И вы знаете И сейчас будет молитва Я еще хочу перед молитвой Прочитать это С Нового Завета Второе послание Петра Я буду читать 15 стихов С первой главы, друзья Буду читать Симон Петр Раб и апостол Иисуса Христа Принявшим с нами Равно драгоценную веру По правде Бога нашего И Спасителя Иисуса Христа Благодать и мир Вам да умножится По знании Бога И Христа Иисуса Господа нашего Как от Божественной силы Его драгоценно Даровано нам Все потребное Для жизни и благочестия Через познание Призвавшее нас Славою и благостью Которыми дарованы нам Великие и драгоценные Обетования Дабы вы через них Соделались причастниками Божественного естества Удалившись от Господствующего в мире Растление и похотью Слышите, друзья? То вы, прилагая к всему Все старания Покажите в вере вашей Добродетель Добродетель и рассудительность Рассудительность Можно еще как перейти Знание В рассудительности В воздержании В воздержании терпения В терпении благочестия В благочестии Братолюбия В братолюбии и любовь Если это в вас есть И умножается То вы не останетесь Без успеха И плодав в познании Господа нашего Иисуса Христа А в ком не от сего Тот слеп Закрыл глаза Забыв об очищении Прежних грехов своих Посему, братья Более и более Старайтесь сделать Твердым Ваше звание И избрание Так поступая Никогда не приткнетесь Ибо так Откроется вам Свободный вход В вечное Царство Господа нашего И Спасителя Иисуса Христа Для того я Никогда не перестану Напоминать вам о всем Хотя вы то и знаете И утверждены В настоящей истине Справедливым же Почитаю Доколе Нахожусь в этой Телесной храмине Возбуждать вас Напоминанием Знает, что Скоро должен Оставить храмину мою Как и Господь Наш Иисус Христос Открыл мне Буду же стараться Чтобы вы И после моего Отчества Всегда Приводили Это На память Друзья Ну я еще повторю Вот этот стих 12 Для того я Никогда не перестану Напоминать вам О всем Хотя вы то и знаете И утверждены В настоящей Истине Слышите, друзья Что апостол Петр Говорит Что мы не должны Забывать Мы должны Напоминать Себе Самому В первую очередь Детям нашим Внукам И чтобы это все Напоминалось Постоянно Что как Господь Любит нас И если мы будем Поступать Так апостол Петр Написал Мы спасемся Друзья И вы знаете Я вот сейчас Я когда-то давно Уже приводил Этот пример Но я хочу Еще его привести Что сегодня Много бывает Когда Бог Входит в дома Разные Кто-то может Досудить Кто-то может Сказать наказание Но друзья Бог знает Вы знаете Бог всегда делает Все как благо Друзья И вы знаете Есть в Израиле И в Ерихоне Есть такая Интересная роза Ерихонская Она называется Она называется Ерихонская роза И вот что интересно Вы знаете Эта роза Имеет такое свойство Что она растет В пустыне И когда ее Срывают Или ветер идет Ураган Ее вырывает С корнем А вы знаете Что там На Ближнем Востоке Жара стоит Сухо И она высыхает Полностью Она высыхает И когда пастухи Ходят по этой Пустыне И вот когда Они находят Эту розу Ну вот это Палки Они берут И костер Шут от нее Но многие розы Вот эти Палки Сухие Они уже Можно сказать Ни для чего Непригодны Но как они Только попадают Влагу Попадает Влага На них И они Проходят Короткое время И они Начинают Цвести Друзья Вот так И сегодня Народ Божий Вы знаете Вроде кажется Все уже Ну некоторые Все нету Ему пока Нет друзья Есть покаяние Для всех И надо Молиться И верить Вы знаете Вот как эта роза Вроде все Пока никакого нет Вот возьмите Палку сухую Хоть сколько Валейте воду На нее Она не расцветет А вот именно Вот эта роза Единственная роза Которая там растет Как только попадает Влага на нем В пустыне И она начинает Цвести Представьте себе Пускает листья Пускает корни И начинает Цвести Вот так и Народ Божий Друзья И помог бы нам Господь Всегда помнить И ценить этим И всегда Служить Господу И всегда Друзья Молиться Друг за друга И самое главное Вы знаете Прощать надо Друг другу Если не будем Прощать Так написано Слово Божие Ибо прости нам Как и мы Прощаем Если мы не будем Прощать Нам не будет Прощение друзья Хоть что Что говорите Так написано В Слове Божьем А когда придет Старость Оно все потом Всплывет Вы знаете Чего можно Сохранить Старость Молодость И удержать В старости Это уже не удерживать Все вы знаете Многие знаете И многие Мы встречались С этим Оно все Выходит наружу То нам Сегодня надо Сегодня так Молиться И учить детей Своих Чтоб когда пришла Старость Чтоб мы могли Смело И знаете С радостью Встретить Нашу Переход Наш От этой жизни В ту вечную жизнь Чтоб не бояться Не сомневаться Помог бы нам Господь И ценить всегда Этим Друзья Сейчас будет молитва И будем молиться И будем вспоминать Друг за друга Из-за больных Которые сегодня Не могли прийти в служение По каким причинам Кто-то больной Кто-то может Не получился В дороге Друзья Будем молиться Чтоб Бог хранил их И чтоб Бог благословил Где кто находится И здесь в церкви Слава Ему Аминь